Здравствуйте, уважаемые. Ну вот наконец, как мы говорим, свершилось. То есть вчера начали монтировать светофор, сегодня заканчивают. Это долгожданный светофор на улице Собурова, 1413. Мы начали его монтировать, писать письма, вернее, просить, чтобы его установили 1 марта 2011 года. Начали заниматься телевизором. Я просто покажу, какая переписка была. Вот это все, это все переписка с органами, с властными. То есть мы писали и народным депутатам, и Верховная Рада, и департамент ГАИ города, Украины. То есть писали всем, кому только можно. И город-администрации, и районной администрации. И особую благодарность я хочу выразить, это Виктору Валентиновичу Злушко, депутату Киевсовета. За его действительно неравнодушные отношения. Он является здесь депутатом, и он здесь основную помощь проявил. Он делал два депутатских запроса на установление лично. Ну, сам старался все, что может. И с начальником Главного управления транспортной связи Евгением Наумовичем Водовозовым. Поэтому большая благодарность. И вот в субботу будет торжественный пуск этого светофора. Но, слава богу, наконец-то это свершилось. Это самое главное событие. Люди теперь смогут спокойно переходить здесь дорогу. И вот это сегодня делает монтаж. Киевдорс-сервис. Вот устанавливают все оборудование. Константин Яковлевич Фещенко, мастер дельницы. Давайте подойдем к просьбе. Константин Яковлевич, да. Скажите, пожалуйста, пару слов нам на камеру. Как идет? Все хорошо идет? Да, все нормально. Подключите. Это вот Константин Яковлевич сегодня подключил. Подшелчиво. Участвует в этом светофоре, чтобы люди безопасно могли переходить дорогу. То есть не боясь, потому что здесь было... Значит, так само тут оставляем выключенные... За последние три года здесь сбили три человека. Убили нас за последние 22 года. И 27-го, да. Убили мальчика, сбили очень сильно травмировали. Мы это все писали, отчеты все давали. ГАИ с этим все согласны. Финансирования не было. Да, да. Просто не было. И тут, слава Богу, и Борисов помог в этот светофор, в этом финансировании. Поэтому всем спасибо. Все упиралось в финансировании. До новых встреч.